Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем работать в тональности ре-мажор. То есть мы будем петь все, что нужно ученикам для учащимся в первом, втором, ну в первом даже, наверное, и не нужно, ну в втором, возможно, третьем классах музыкальных школ. Итак, в ре-мажоре, напоминаем, у нас два знака, фадиас, додиас. Давайте еще раз вспомним, откуда же они берутся, эти знаки. Берутся они из структуры мажорной гаммы. Мажорная гамма у нас состоит из тонов и полутонов. Значит, между первой и второй ступенью обязательно должен быть тон, потом снова тон, потом полутон, тон, 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 полутон, два тона полутон, три тона полутон. В до-мажоре все совпадает, поэтому там нет ни одного знака. А в ре-мажоре у нас не все совпадает. Давайте сейчас проверим. Между первой и второй тон, все как нужно. Дальше. Нужен еще один тон, а у нас полутон. Чтобы сделать из полутона тон, мы берем диез, и у нас появился первый диез, фадиас. Ре-ми, фадиас, дальше нужен полутон, соль, отлично, так и есть. Дальше тон, все верно, тон. И еще один тон нужен, а у нас полутон. Берем еще один знак, до-диез. И потом снова полутон. Итак, у нас появилось два знака, фадиас и до-диез. Ре-ми, фадиас, соль, ля, си, нодиес, ре. Ре-ми, фадиас, си, ля, соль, фадиас, ми, ре. Дальше. Мы записываем с вами гамму. Как правило, все записывают ее, обозначая устойчивые ступени, первую, третью и пятую, белыми нотами. Они устойчивые черными. Некоторые педагоги говорят, что что это за длительности таких не бывает, что черная нотка и без штиля. Но мы не будем рассматривать эти ноты как длительности, мы просто укажем закрашиванием то, что это неустойчивая ступень. Итак, первая ре, вторая ми, третья фадиас, соль, ля, си, до-диез, ре. Эти стрелочки показывают направление разрешения ступеней, то есть перехода неустойчивой ступени в близлежащую устойчивую по тяготениям. Итак, ми идет в ре, соль, до-диез, си, ля, до-диез в ре. Вторая в первую, четвертая в третью, шестая в пятую и седьмая в первую. Так, дальше я вам показываю вводные звуки. Что такое вводные звуки? Куда они вводят? Вводные звуки это ступени, которые окружают тонику. Тоника первая главная ступень любой тональности в ре мажоре это нота ре, ре. Нижний вводный звук вводит в тонику снизу, это седьмая ступень, которая сразу под первой. До-ди-ез, ре. А верхний вводный звук вводит в тонику сверху, ни-ре, это вторая ступень. То есть вводные звуки вводят в тонику, нижний вводный звук седьмая ступень, верхний вводный звук вторая ступень. Хорошо, разобрались. Дальше мы работаем над опеванием. Опевание это окружение устойчивых ступеней близлежащими неустойчивыми. Опевание ступеней может быть снизу вверх. То есть, когда мы берем вначале то, что ниже ступени, потом то, что выше и саму эту ступень. Вот мы ее окружили. Снизу, сверху и она сама. А опевание сверху и вниз делается наоборот. Сверху, снизу и она сама. Итак, опеваем первую ступень. До диез ми ре. А теперь сверху вниз. Ми, до диез ре. Опеваем третью. Ре, фа диез. Снизу. Ми, соль, фа диез. А теперь сверху. Соль, ми, фа диез. И опеваем пятую ступень. Ре, фа диез ля. По трескучающим. Соль, си, ля. Си, соль, ля. Вот мы спели опевание. И осталось нам с вами спеть устойчивые интервалы. Устойчивые интервалы, интервалы, которые входят в состав, в которые входят только устойчивые ступени. Первая, третья и пятая. Первая, третья и пятая ступени наглядно очень показаны в нашем трезвучии тоническом. Ре, фа диез ля. Итак, первый устойчивый интервал это начало трезвучия. Ре, фа диез. Это большая терция. Второй устойчивый интервал получается от обращения этой большой терции. Мы ее переворачиваем. Ре пишем наверх. На октаву выше переносим нижний звук интервала на октаву вверх. Обращение это перенесение нижнего звука на октаву вверх, либо верхнего на октаву вниз. Ре, фа диез. Фа диез. Ре. Значит, была большая терция, стала малая секста. В сумме два обращения дают 9. 3 плюс 6 будет 9. Так, это первых два устойчивых интервала. Второй интервал ищется по концу трезвучия. Рэ не поем, поем только фа-ди... Так, рэ про себя. Фа-диес-ля... И обращаем... Так, это малая терция. Трезвучие состоит из двух терций. Большой, начало трезвучия мажорного, и малый, конец трезвучия. Рэ-фа-диес, большая, фа-диес-ля малая. Обращаем. Ля-фа-диес. Может быть, кому-то удобно сверху спеть? Ля-фа-диес. Пойте, как вам удобно. Это вообще не очень удобно петь ни внизу, ни вверху. Ну, как уж получится. Это большая устойчивая секста. Малая терция обратилась в большую сексту. Дальше. Крайние звуки трезвучия. Средний убираем, поем только нижний и верхний. Рэ-фа-диес-ля... Получилась чистая квинта. И ее обращаем... Ля-ры... Чистая кварта. Квинта внизу, я всегда ребятам говорю, кварта вверху. Рэ-ля-ля-ры... Это устойчивые интервалы. Ну, и на каждой из ступеней устойчивых можно устойчивые интервалы изобразить от самого маленького, узкого к самому широкому. Мы с вами не записывали специально примы и октавы, мы их вот запишем здесь и споем. Это тоже устойчивые интервалы, но они, как правило, реже поются. Поются в основном вот эти вот интересные, а не примы и октавы. Ну, не буду, конечно, их обижать, они тоже нормальные, интересные. Будем петь все вместе. На первой ступени все устойчивые интервалы поем. Чистая прима. Рэ-рэ... Большая терция. Рэ-фа-диез... Чистая квинта. Рэ-фа-диез... Ля-ля... И чистая октава. Рэ-фа-диез... Ля-ля... Рэ-ля... Вот я вам показываю, как петь. По трезвучию поем. Рэ-фа-диез пропускаем. Ля-ля... Фа-диез-ля пропускаем, получается октава. Рэ-фа-диез-ля... Рэ-фа-диез-ля... Следующие. На третьей ступени все интервалы. Фа-диез... Фа-диез... Чистая прима. Фа-диез... Ля... Малая терция. Фа-диез... Рэ... Малая секста. И фа-диез... Рэ-фа-диез... Чистая октава. И на пятой ступени. Рэ-фа-диез... Ля... Ля-ля... Чистая прима. Ля... Ре, чистая карта, Ре, Ду, Си, Ля нашли, Ля, Ре, Фа, Диес, Ля, Фа, Диес, большая секста, и октава, Ля, Ля, чистая октава. Вот мы с вами и поработали в тональности Ре мажор. Все спели, все записали, можете переписать себе в тетрадочку, попеть дома. Я думаю, что еще запишу урок по работе в тональности по заданиям. Я буду давать задания, что вам нужно спеть, вы будете петь, и на слух что-нибудь поопределяем тоже в Ре мажоре. Итак, желаю вам удачи!